Всем привет! Сейчас у нас будет видео, я обещала вам снимать о том, что в моих размышлениях, что происходит о моральном, психологическом состоянии и так далее. Просто наливайте чаёк, кофеёк, отдыхать будете, слушать. Я надеюсь, что где-то мои с вами размышления будут перекликаться, но если не найдут они, назовём так, отзыва и отклика вас, я тоже не расстроюсь, у каждого свои взгляды и свои какие-то позиции. Главное, что мы живём, думаем, существуем, а не, знаете, овощи, которые вообще мозги свои не подключают и критическим мышлением не пользуются. Мы немножко поговорим о пропаганде и о людях, которые на неё ведутся, почему она работает. И просто психологические моменты объясню. Думаю, многие сами это всё понимаете. Или если тем интересуетесь, то вы же где-то, может, подобное что-то слышали, рассуждения какие-то. Задача, на самом деле, одна из задач каких-либо заявлений, утверждений, на самом деле, не заставить людей конкретно переманить на чью-то сторону, в чём-то убедить, наврать, обмануть и так далее, потому что ложь скрывается, особенно в сфере вот сейчас наших технологий, интернета и так далее. Это же легко сделать. Задача пропаганды закласть, самая большая задача, сомнения людей, чтобы они не верили никому, не самой пропаганде, а вообще никому не верили. И типа как бы включали а-ля критическое мышление, но оно не критическое ни разу, а просто оставались запуганными и не верили никому. И пропаганде, и тем, кто не пропаганды, вообще никому не верили. Что это позволяет делать? Рвать социальные связи, когда человек в себе не уверен, не уверен в информации, которую он получает, он отстраняется, закрывается, не контактирует. И на такого человека, например, другими убеждениями человек никак повлиять, побеседовать или переубедить уже не может. Главное, чтобы человек сомневался, никому до конца не верен, был запуган и поэтому не выходил на контакт, на какие-то связи и не было у него новой информации и дополнительного критического мышления. То есть чтобы он не размышлял, он просто знал, что никому верить нельзя. Вот в чём заключается главная задача любой пропаганды. И вот лично меня, да, что, ну назовём так, выводит на эмоции, выводила. А нативочка, которая спущена, да, сверху, фраза просто, я не знаю, меня от неё пьёт, но время, потому что глаз, наверное, дёргался, когда это слышала, даже от своих каких-то адекватных, казалось бы, людей, знакомых. Всё не так однозначно, всей правды мы не знаем. Почему меня трясло, я так реагировала, потому что я чётко здесь слышу, не верь никому, ты ничего не знаешь. И понимаете, очень трудно подобрать аргументы, сказать, я знаю всё на свете, я всё знаю, например, я прав. Очень легко это опровергнуть твои слова, потому что реально это кусочек, назовём так, взят из, назовём так, правды, да, то, что ты действительно не можешь ничего знать сто процентов, однозначно, категорично и так далее. Это очень легко подвернуть критике. Кто создавал эту нативочку, молодец, это очень профессиональный человек, я вам скажу. Но, когда я слышу такую фразу «всё не так однозначно», мы или ты там всей правды не знаем, когда-нибудь всё станет, всё не так вот категорично и так далее. У меня есть огромный аргумент, которым я смогла переубить очень многих, кто был вот в таком желании «всё неоднозначно», всё очень однозначно. Однозначно то, что людей убивать нельзя, нельзя разрушать дома, нельзя убивать людей, всё точка. После моей фразы «нельзя убивать людей» мы не ставим запятую, мы не пишем «но», мы не ставим многоточие. Вот это жизнь человеческая, самая ценная в демократическом обществе. Человеческая жизнь «нельзя убивать человека» – это очень однозначно, и никто с этим поспорить не может. Вот убивать людей нельзя однозначно и точка, а на все остальные противоречия существует. Существует дипломатия, переговоры, общение, и если у людей есть желание, они сходятся к какому-то результату, добиваются некого консенсуса. Всё точка. А в пропаганде очень часто смешиваются эти понятия. Всё точно неоднозначно, никому не верь. И если убивают людей, ну значит, есть повод, значит, или «но, можно, нельзя, не можно, нет, точка, всё». Пишется предложение просто «убивать людей нельзя, всё». Дальше это диалог в цивилизованном мире. Теперь о тех людях, почему хотят обманываться, хотят верить. Я думаю, об этом уже очень много рассказывали, но сегодня просто. Или кто подключается активно и хочет верить. Это слабые люди, на самом деле, да. Два варианта. Очень просто не напрягаться, чтобы не мучиться, что ты плохой человек, ты не сделала всё, что мог, от тебя зависело, да. Или я виноват в том, что, например, происходит и так далее. Я лучше сделаю вид, что ничего не происходит. Или я накроюсь вот этим одеялом, всё не так однозначно, всё нифига не понятно, я в домике, я ничего не знаю, я обычный маленький человек. На самом деле, нас этому учили десятилетия, я это с детства слышала. Я так тоже раньше рассуждаю, зачем, куда я, зачем мне что-то думать. Пока я, наверное, во-первых, не занялась своей жизнью самостоятельно, она от меня зависит. Не стала, например, родителем, где я несу ответственность за ребёнка, я понимаю, что от меня зависит вот это и вот это, а не от кого-то. Надо свою жизнь брать в свои руки. А нас учат этого не делать. Поэтому очень легко накрыться этим приятным, пушистым, тёплым одеялком, сказать, я ничего не знаю, я не разбираюсь, я мелкий человек, всё неоднозначно, всё непонятно. Нет, блин, всё понятно. Напомню, людей увлевать нельзя, всё, точка. Что тут дальше непонятного? Очень даже понятно. И вторая категория людей, почему некоторые задаются вопросом, почему так люди, когда были вроде как-то адекватные, они, скажем так, вот в эту нативочку включаются, слушают, как галдело за насилие и тому подобное. Очень просто. Это слабые люди, у которых очень много страхов. А слабым людям, которые не чувствуют за собой силы, свои самооценки, слабым людям, которые, они, в принципе, знаете, по жизни могли казаться типа сильными, назовём так, а на самом деле они слабые, у них проблемы. Им надо сбиваться в стайки, в кучки, принадлежать компании, к общности какой-то людей. Не из-за того, что они разделяют их взгляды, они чувствуют себя просто сильнее. Когда нас много числено, когда нас толпа, когда нас огромное количество, мне так безопасно. Но эти люди забывают одно, что эта общность, в которую они вступают, это такие же слабые или трусливые люди, как они. И если будет момент опасности, они не пойдут в этой общности защищать себе подобных, потому что они будут каждый защищать индивидуально себя. И люди слабые, которые идут к любой общности, а если эта общность объединяется насилием, давлением, доминированием, то есть мы кучей, мы стаи, мы вместе, мы сильнее, например, мы бьем, убиваем у нас оружие или еще что-то такое, то такому человеку кажется, что он защищен. Но я опять повторюсь, что эта общность создана искусственно, и есть только один объединяющий момент, их объединяет страх. Они к друг другу бьются, прижимаются плечами и видят друг дружку, и они сильные только, когда они вместе. А по одному эти люди такие же слабые, потому что качественно вот эта общность, принадлежность к общности, не влияет на их самооценку, не поднимают. Это временная эйфория, временное чувство, что ты что-то можешь, что тебя разделяют, возможно, твои взгляды и так далее. Но это существует ровно столько, сколько существует это в кавычках сильное общество. И этим людям кажется, что они в сильном обществе находятся. Гораздо сильнее человек, даже если он один, но со своей точкой зрения, со своей позицией, и если, например, это люди заключенные в тюрьмах и так далее, политзаключенные, кстати, за идеологию какую-то, когда у человека происходит давление, некая попытка сломить его и так далее, и человек остаётся всё равно при своих идейных взглядах, несмотря на проблемы, боль, лишение, физическое давление, агрессию оказанную и так далее. И этот человек морально, он гораздо сильнее, нежели даже скучка, общность или стайка людей, или огромная стая слабых людей, которые сбились по какому-то ощущению себя власти какой-то, да, или силы, давление, там, наваждение страха, насилия и так далее. Любая информация, у них проходит фильтр, фильтрацию на самом деле, да, то есть у них есть критическое мышление, когда они берут информацию из разных источников и делают свои выводы, а не, как слабые люди делают, берут одну информацию, которая им с какой-то стороны закрывает их страхи, поднимает где-то им самооценку, им приятно так думать, и они быстренько берут только один источник, в него сразу начинают верить, принимают, и потом еще, например, идут в общность людей, которые также поступают, как они, чтобы чувствовать себя еще в поддержку. Вот так работает наша психология при получении информации, вот так на кого рассчитана, на кого работает пропаганда. Зачем я это все сегодня экскурс делала и рассказывала? Чтобы вы понимали, у меня есть очень много подписчиков, которые на меня выходят, пишут мне и так далее, которые разочаровались сейчас своих там знакомых, родственников и так далее, кто не поддерживает их взгляды, позиции и тому подобное, кто задается вопросом, блин, были же нормальные, адекватные люди, что с ним случилось, куда они делись, где их мозг? Ваш знакомый или родственник, кто так изменился, говорит о том, что это слабый человек, чтобы вы понимали просто, что это слабый человек. И так сложились обстоятельства сейчас, что у него есть возможность и шанс поднять себе чуть-чуть самооценку для себя самого, но она не поднимется на деле на самом деле. Это временный эффект. Организовалась такая общность, его принимают с его слабостью, ему дают почувствовать себя сильным. И он пользуется автоматически этой инстинкты, этой возможностью. Когда ситуация закончится, обстоятельства изменятся и не будет этой общности, где слабый почувствует себя сильным через какое-то насилие, например, доминирование и так далее, он снова будет слабым. Все откатится обратно. И он себя таким героем сильным и убежденным уже чувствовать не будет. Он переживет определенный стресс, ощущение отката, разочарования и так далее. Он вернется до того, что было раньше. Но здесь уже вопрос к вам. Как вам общаться? Нужно ли вам общаться с человеком, который показал себя в трудной, критической ситуации таким слабым, который способен на некую жестокость и агрессию? И я вам просто скажу, слабые люди, они ведомые. И им очень страшно в этой общности сильных людей показать тоже свою слабость, словно чтобы тебе не начали клевать или не изгнали своего круга и так далее. И для вас я хочу дать такой, знаете, повод подумать. Если в вашем окружении есть такой человек, где гарантия, что в следующий раз, когда сложатся обстоятельства, сложится такая общность, где он может почувствовать себя сильным в кругу слабых, где гарантия того, что если не скажут как-то навредить вам, он не сделает в отношении вас чего-то плохого. Я бы это расценила уже как ненадежного человека в вашей жизни. Он себя показал. Это определенное, назовем так, качество этого человека, определенные предпосылки его поведения, и вам надо подумать. Вы с таким человеком хотите продолжать свое общение или нет? То есть, назовем так, не очень надежный человек, который себя так показал. Или в нем есть какие-то такие качества, которые таким образом проявляются. Спасибо всем за внимание. Пишите ваши комментарии под видео, как вы это переживаете, что с вами происходит. Я вот рассказала свои мысли, размышления, что-то пыталась сегодня объяснить, чтобы вам было что-то понятнее. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе под видео я всегда оставляю свою почту. Пишите мне на почту тему письма к консультациям. Расскажу о условиях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok